Бисмилля, альхамдулила, ассалату, ассаламу аль-расулила, амма ба'ад. Ассаламу алейкум, рахматуллахи, ва баракатуху. Продолжаем нашу лекцию по книге «Достоинство многоженства». И дошли до 12-го пункта, где автор говорит «Казалика аля та'аламу аннаха адда'а та'аля нафсиха минал аджри ва савабих». Также, разве она не знает, что лишила себя награды и воздаяния «Из наград дозволенного полового акта Маруия Анил-Мустафа» и передается от посланника Аллаха, когда один из сподвижников спросил его «Аятти ахаду нашахватаху, ва якуну лаху фиха аджрун, о посланник Аллаха». Разве из-за того, что кто-нибудь из нас удовлетворит своё желание, он получит награду? «Каля, салаллаху алейкум, и сказал посланник Аллаха, салаллаху алейкум, «Ара айта ляу вадага фи харамин, акана алейкум визрун, скажите, а если бы кто-нибудь из вас удовлетворит своё желание запретным образом, понёс бы он бремя греха?» «Каля, тот сказал, «Наам, да». Тогда посланник Аллаха, салаллаху алейкум, сказал, «Каля, салаллаху алейкум, если он удовлетворит своё желание дозволенным образом, то получит награду?» Также есть награда за служение мужу и заботу о его делах. И поэтому говорит посланник Аллаха, салаллаху алейкум, «Если бы я велел кому-нибудь совершить земной поклон кому-то помимо Аллаха, то я бы велел женщине пастниц перед своим мужем. Клянусь тем, в чьей длине душа Мухаммада, женщина не исполнит своих обязанностей перед своим Господом, пока полностью не исполнит своих обязанностей перед мужем. Она не должна отказывать ему, даже если она будет находиться на верблюде». Также награда и за то, что она переносит во время беременности, родов, послеродового периода и тому подобное. Что встречается с женщиной в её жизни? Например, за смертью детей, их воспитание и заботу о них, женщина получает награду за это, если у неё благие намерения ради Аллаха Всевышнего. Я говорю, салаллаху али-весалям, и говорит посланник Аллаха, салаллаху али-весалям, «Ма я залу лбалау бил мукмени вал мукменати фи нафси хи ва валадихи ва малихи хата ялка Аллаху ва маалихи хатиа». Испытание для верующего мужчины и верующей женщины продолжается в его душе, в его ребёнке и его имуществе, пока он не встретит Аллаха и на нём не будет греха. И когда посланник Аллаха, салаллаху али-весалям, наставлял женщин, он сказал им, «Ни одна из вас не родит троих детей, кроме как это станет для неё преградой от огня». И одна женщина спросила у посланника Аллаха, «А если их двое?» Тогда посланник Аллаха, салаллаху али-весалям, сказал, «Даже если их двое». Также есть награда и воздаяние, которые она получает за терпение в связи с неприятностями, постигающие из-за упрямства некоторых мужей. Также она становится благословленной причиной для этого мужчины, которые взяли её в жёны, так как она оберегла его от греховного взгляда, и защитила его теломудрие, то есть защитила его половой орган, и решила его проблему, и родила ему детей. «А он, в свою очередь, участвует с ней в награде, которую он получает в результате полового акта». Он также получает награду за содержание, воспитание и другие дела, которые мужчины делают для женщин. «Из-за которой они получают награду от Аллаха, если у них благое намерение перед Всевышним Аллахом». И тринадцатый пункт «Из вышесказанного становится ясно, что женщина своим поступком. А именно тем, что она не согласна с тем, чтобы её муж женился на другой женщине. «Кад джанат аля нафсиха, ва аля усратиха, ва аля муштама'иха, причиняет вред себе, своей семье и обществу. Дараран кабиран, вахатаран азиман, причиняя этим большой вред и серьёзную опасность. Ваатталат ардан хисбатан». Она делала непригодную плодородную почву, то есть она делала непригодную плодородную землю, которую следовало бы использовать. Вааттазрага, ва яхсу ламин халин таджал муфидан нафиа, лил фарди вал джамага, засеивать и получать с неё полезный урожай, как для отдельного человека, так и для общества. Так как женщины управляются эмоциями, поэтому Аллах передал её опеку в руки мужчин, чтобы помочь ей принять правильное решение. Особенно в самый важный период её жизни, которым является брак. «Любая женщина, которая вышла замуж без разрешения своего опекуна, её брак недействителен. Поэтому мужчины должны взять на себя ответственность, которую Аллах возложил на их плечи свыше семи небес, и стараться нести эту ответственность, которую Аллах доверил им и сказал Всевышний, «Мы предложили небесам, земле и горам взять на себя ответственность». Но они отказались нести её и испугались этого. «А человек взялся нести её, воистину он является несправедливым и невежественным». Сура «Аль-Ахзаб», то есть Сура «Союзники», аят 72-й. «Ва алихим ан-ясу джа-эдина» «И им», то есть мужчинам, следует прилагать все усилия. «Лил мусара гатифи тазавуджил муталлакатил арамили валь-аввани сиби асрай вактин», чтобы поскорее женить разведённых, овдовевших и одиноких женщин. «И им нужно убрать все препятствия, то есть им нужно убрать все сомнения с пути девушек». «Ва ясберу аля залика, ва юсааиду гунна фи халли мушки лати ау ладихинна». «Терпеть и помогать им решать проблемы с их детьми». «Ва лау дафау мин джуюбихим муль хасса». Даже если им придётся тратить деньги из собственных карманов, они найдут это на своих весах в день суда. «Ва лан юдыгаллаху аджраман ахсана амалян». «И Аллах не оставит без награды того, кто делает доброе дело». «Хассатан инкана хауля ил атфалу минал атфали лятама». «Особенно, если эти дети сироты». «Ва кад каля салаллаху аля ва салям, и сказал посланник Аллаха салаллаху аля ва салям, «Ана вакха филю льятими фил джаннати хаказа, ва ашарабис сабабати вальвуста, ва фараджа байнахума шайан». «Я и опекун сироты в раю будем близки друг к другу». Вот так, указывая на свой указательный и средний пальцы, «немного отдалив их друг к другу». «Вакаля салаллаху аля ва салям, и также сказал посланник Аллаха салаллаху аля ва салям, «Ман масаха раса ятимин лам ямсаху илля лилахи кана лаху бикулли шагаратин марат алейха ядаху хасанатун». «Если кто-либо поглядит по голове сироту, за каждый волос, до которого дотронула сиву рука, получит награду». «Ва ман ахсана или ятиматин ау ятимин аиндаху, и кто заботится о сироте, который и находится у него?» «Я и он, то есть я и попечитель сироты, будем в раю так же близки, как эти два пальца». «Ва фара каббайна избаайи сабаба тива луста, сомкнув средние и указательные пальцы своей руки». «Иншаллах здесь остановимся. Субханака ва бихамдика, ашаду лейла антастагфирука вату билейка. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.